Итак, ребят, всем привет! Сегодня у нас очередной выезд в дружной компании. Много у нас сегодня новеньких, готовеньких. Сейчас всех ознакомлю. За спиной у меня Алян. Здорово, мой подписчик. Сзади у нас Костян. Здорово, мой подписчик. Дальше, вот супружеская пара Алия и Дмитрий. Тоже наши подписчики. Ну и всем известен вот этот вот бородач. Сегодня у нас какие приборы? Деус. Квинокс 800. Диман. 800. Ну, борода у тебя какой? Я с Ванишей. Сын Ярик ходит с теркой. Говорит, у вашей Ванишей говно. Ярик, правда, говорит. Да, сказал. Подарок хочу подарить. Да, ребята, мне блогерам быть очень хорошо. Нравится, потому что ребята привозят мне подарки. Спасибо. Ребята, победа. Самый лучший блогер. 1893. И это моя монета, поняли все. Ну, почти дата рождения. Нет. Сейчас скажешь, что это... Нет, это... Иди, иди, и это... Смотри, классно. Ага, все. Спасибо очень. Пожалуйста. Обнимашки. Встать. Суд идет. Взлет. А вот обратно. Как в фильме, ребята. Назад в будущее. Машину ехали. А это было... Назад. Назад в прошлое. Возвращение. В принципе, сегодня не густо. Но и не пусто. Отдохнули, самое главное. По видеосюжету вы видели. Классно. Итак, ребят, всем привет. Сегодня у нас очередной выезд в дружной компании. Много у нас сегодня новеньких, готовеньких. Сейчас всех ознакомлю. В общем, приехали мы сегодня с утра. Но начинаю только с вечера. Камрадов здесь было сегодня полно, ребят. Прям жесть. Сколько здесь и трусское золото было в поисках сокровищ. Все блогеры. И приехали подписчики. Ну, ребят, мы под рюмочку сейчас познакомимся. За спиной у меня Алян. Здорово. Мой подписчик. Сзади у нас Костян. Здорово. Мой подписчик. Дальше. Вот супружеская пара Алия и Дмитрий. Тоже наши подписчики. Ну, и всем известен вот этот вот бородач. Кто это? Пишем в комментариях. В общем, ребята, сегодня очень интересно тем, что сегодня новые люди, старые, к сожалению, остались там. Бородатый Женя с семьей. Что-то я это, не бритый, да? Такой седой копатель прям. В общем, под шашлычок, ребята. Под шашлычок сейчас отметим за знакомство. По находкам есть находки. Вы их увидите в обзоре. Сегодня у нас какие приборы? Деус. Квинокс 800. Квинокс 800. Диман? 800. 800. Ну, борода у тебя какой? Я с Ванишей. Да, ребята, он свой пропущен. Ярик, короче, не оценил его. Не оценил, да? Я с теркой буду ходить, да. Она привычная. Вон, сын Ярик ходит с теркой. Говорит, у вашей Ваниши говно. Такое не говорил. Да, сказал. Ну, случай сейчас на поле был, ребята. Вокруг меня три прибора. Шикарных приборов ходят. Деус. 800. Вот. А Ваниш 540. Раз монетку. Раз колечко. Бел, был, был. Я тебе серьезно говорю. Я говорю, блин, жалко, камеры с собой нету. В общем, раз, два, три. Блин, элита не может найти. А вот этот вот, как все его называют. Ух ты, ух ты. Говорят, что слабенький. Нет, достаточно хорошенький. Да. Ну, сейчас под шашлычок рюмочку, ребята. Так что находки будут обязательно. Вы увидите. Ну, и за знакомство, ребята. Так. Кто-то мне там должен был какие-то... Да, я подарок хочу подарить. Да, ребята. Мне блогерам быть очень хорошо. Нравится. Потому что ребята привозят мне подарки. Да. Вот. Рассказывай, что это такое. Катушка на 705. Вскрывай, показывай. Ребята, у меня новая катушка. Ух ты. Смотри, к чему. Для алтармана. Ой-ой-ой. Ребята, обнова. Ура. Обнова. Надо будет обмыть обязательно. Хорошо. Огромное спасибо. Так, Костяныч, ты мне там тоже что-то обещался, дай. А то я хожу, хожу и постоянно у меня сушняк давит. Пить, пить меньше надо. А чехол сейчас я обязательно покажу, ребята. Мне там еще какой-то комплектующий элемент должны были подарить. В прошлый раз мне Костяныч комплект, амуницию подарил классную. И вот он вдогонку, ребята, мне еще фляжечку подогнал. Серый, что мы сюда будем наливать, Серый? Воду. Воду. Из родника. Из родника. Да-да-да. Вот. Серега мне на день рождения дарил фляжку именную, да? Классная. Ее надо просто спецы. Минус. Да ладно, как революк ты че. Я раз за разу не берет. Так что ладно, ребята. Видео снимаю на новую камеру. Хорошо меня видно? Слышно? Надеюсь, пишет. Хорошо. Ну и все. До здоровья, давай. Рюмочки. Итак, ребят. Мы до сих пор за столом. И знаете, я вспомнил, что у нас в гостях именно те люди, кому я должен, обещал сделать ихние победные призы, которые мы разыгрывали. Рулеточку, да? У нас как раз Алия выиграла и Дима Же. Вот. И я вот наконец-то решил им вручить почетно. Подожди. Так, почетно. Вот они, две красавицы. Так, они подписаны. Дима Же. Дим, держи. Твоя. И вот Алия. Спасибо! Ребят, победа. Самый лучший блогер. Саша. Ребят, я прям в краску вогнал. Лайки. Что, вскрывать будем, что ли? Лайки, лайки. Конечно, будем вскрывать. Блин, а как вскрыть? Ты запаковал, как будто почту. А я и планировал почты. Я и планировал. Почта России. Ладно, ребят, сейчас посмотрим. Блин, не скрывается ты, как их вообще это. Вот она, вот она, любовь, вот она, на колесе моем, вот она. Посвятите, посвятите, посвятите на это. Что там, кровавички. Вкусная там монетка, Серж? Рубль, блядь. Рубль? У меня руки грязные. Смотрите, посмотрите, посмотрите. Картошки. Смотрите, какая красивая. 1893 год. Да, 1893 год, и это моя монета, поняли все. Да, почти дата рождения, да? Нет. Какая ты древняя. Древняя. Видишь, там где-то этот, я не делала. Опа, нифига себе. Отпечатка шла. Чтобы закопать тебе. Как у тебя. Тоже вкусно? Да, у тебя тоже вкусно. У меня вкусно. У меня вкусно. Смотрите, посвятите, посвятите. Да, на херня я. Так, 911. Смотрите, ребята, тоже вкусно. Да, и это тоже мое. Спасибо. Саш, ты самый лучший блогер. И я рада, что мы с тобой познакомились. Смотри, у Алии это. Руки грязные, я знаю. Да нет, это тоже. Да нет, это иди, иди, и это. Смотри, классно. Ага, все. Спасибо. Они законсервированы, так что с ними ничего не надо делать. Спасибо большое тебе. Пожалуйста, Саня, пожалуйста. Так, ты не снимай меня, я ли все грязное воню. Ну, пусть все знают, какая ты у нас грязнулька. А вот это моя монета пошла, да, получается? Да, это твоя. Кстати, кстати, здесь на картинках стоимость на них вырисована. У Димана стоимость, короче, от 4 700 и достигает 68 000. А у меня от 8 000 до 47 000. Ребят, это цены на аукционах, ребят. Вот он. Так что не обращайте внимания, это цены на аукционах. Не все монеты стоят таких денег. Не все. Приятно. Спасибо очень. Обнимашки. Итак, ребят, из-за стола мы вышли и стали копать копейки. Копейки А2, 1856 год. Не знаю, как видно или нет. Сохран так себе. Но это А2, 1956 год. Это у нас копеечка. Зачетно? Зачетно. Ох, а тут у меня сразу вкусняху. Это с фунда до 3 копейки 1924 года. Вот так вот, ребят. Ночной шурф начался с таких вот вкусняшек. Это у нас новый Камрад Столян Анатолий. Поздравляю, крупная. Выиграл, да? И еще один. И еще один у нас Камрад. Но вы уже его знаете. Дима Ж. Дима Ж. Алия из-за стола не хочет выходить. У нее уже есть, да, две монеты, которые отобрала у тебя. Так что у нее вкусняхи домой повезет. Ладно. Ходим, ходим по верхам. Ночной шурф. У кое-кого. А мы ходим по верхам. В караоке, ребята. На публику, ты че? Не, песня закончилась. Закончилась? Ну давай, сейчас включусь. Суд идет. Я вернулся с тобой. Вот ты, да, я, 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 я. Давай, давай, я, я сажусь. Да, вот так. Бой, бой. Нет, нормально. Смех, сломался. С тобой медведь на уху наступил. Доброе утро, дамы и господа. Да, начинаем сегодняшнее видео вот с такого обзора. Машин у нас очень много. Семь машин. А сейчас еще Стас подъехал с супругой и с комрадом. Вчера ночка у нас получилась довольно-таки интересная. За моей спиной, смотрите, видите, клея одна, вон там клея вторая. В общем, вчера кое-кто решил покататься. Ну, и без ЧП не обошлось. Ну, ладно. В общем, все живы-здоровы, подлечились. Ну, а сейчас отправимся на поиски монет. Я думаю, у меня сегодня точно будет, потому что сейчас пойду туда, где я на прошлый раз закончил. Где колокольчик поднял, серебрушки потягал. В общем, туда сейчас хочу отправиться. Камрад уже отправился. Вот, здесь у нас новый камрад Диман подъехал. Стас подъехал с супругой. В общем, вчера отдохнули классно. Самое главное, живы-здоровы. Ребят, я вот только проснулся, грубо говоря, а мне уже на блюдечке вот с такой каемочкой приносят монетки. Опа. Что за монета? Давайте посмотрим. Три копейки, похоже. Да, три копейки. Три копейки, какой-то год. Двадцать седьмой. Да, нет, не двадцать. Герб, смотри, ну, какой-то такой. Вот так вот. Сейчас засунем обратно. Тормально. Тормально. Ну что, ребят, кто рано встает, тому земляной дед подает. Смотрите, какое чудо выскочило. С камнем. О, чуметь. Офигенно вещь. С розовым камнем какой-то. Ну, это явно не бриллиант. Вот такая вот штука. Интересно то, что здесь какая-то еще сквозное отверстие, что ли, в нем. Смотрите. Любопытная диковинка. Класс. Блин, наносить неудобно же женщине такой. Мешать будет, да? Ну, блин, ну, видишь, что. Может быть, не каждый день одевали там. Ну, да. Как украшение очистил. Кстати, тоже сейчас это колечко поднял тоже серебряное. Ну, перстенек обычный. У меня вот необычный. Теперь у вас такой нож. Ладно, не глубоко, не глубоко, здесь фундамент был. Очередная, ребят, находка. Цветной сигнал и выпала вот такая ложка. Ну, я ее, смотрите, прям по кромочке лопаткой засадил. Хорошая ложечка латунь. Забираем. Здесь вот фундамент был. Ребят, вот у нас тут стульчик, блин, для меня поставили. Я буду режиссером, буду смотреть, как работают. Работают, копают. Смотри, у меня хазар какой попернка, блин. Надергали немножко они тут советиков разных всяких. Говенных, убитых, какаликов. Ничего не интересно, а уже котлован уже вырыли волн какой. Стас вот приехал и с собой друга привез. Друг говорит, куда я приехал? Нахрен надо. Увидел, что мы здесь копаем? А копаем мы здесь полные икокальки, ржавые-ржавые. Убитые-убитые. На бензин, блин, 2 рубля. Пожрать рубль, блин, полтора. Икокальки по 5 копеек стоящие. Сережа тоже, вон, уже накопался. Да, Сереж? Да, я болею за обе команды. Как вон этот царь горы, пупок, на самом холме сидит. Не хочется что-то сегодня больно-то копать. Не хочется. Ну и что, ребят, Фишер, пятый. Стасиан, для себя сегодня что-то интересное поднял. Мы уже, конечно, знаем, а вам будет интересно посмотреть. Нечастая монета. Это монета пол-копейки. Многие, особенно поколение нынешнее, таких монет даже и не видели. Пол-копейки 1925 года. С СССР. Вот такая монетка. Ну, красавчик, что? Не зря приехал. За рулем у него водитель. Отдыхает. Санька взял. Как копать, да. А он только находись. Сейчас кадр такой был. Стоит. Прибор в руке держит. Второй у него прозванивает, ищет. И третий копает. Он, короче, просто прибор держит. Ну что? Красавчик. Держи. Бригадир. Ну и что, ребят, находки посыпались. У Сани выпал прям это сверху. Глазами нашел. 46-й год. Три копейки. Вот. И? У Костяныча. Здесь копейки щетвичем, да? О, щетвичем. 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 Щетвичем интересные. Рамочники уже банально, а вот щетвичем бас. Вот, судя по рельефу, наверное, 31-й год. 31-й год, наверное, да? 31-й год. О, я даже не посмотрел, а знаю. Так, у тебя там что? Диман, медяшник. Ладно, подождем пару минут. Итак, ребята, сигнал хороший, бодренький был. Я позади огорода вхожу. И вот на веревочке, да? На веревочке выпала у нас пуговка. Пуговка орлянка. Обычная. Ну, в принципе, хороший сохран, да? Смотрим, да? Сохран хороший. Бодрый. Зачетный сигнал, зачетная находка отправляется в наш кармашек. Ветер, прячусь. Ребята, а я ошибся. Это не простая орляночка. А на пушках. Я вам говорил, что у меня нет таких пуговиц в коллекции. И вот тебе, на тебе, последние копы, это уже третья. Надо почаще говорить, что у меня чего-то нету. И земляной дед мне подбрасывает. Вот такая зачетная отправится в коллекцию. Ну что, ребят, наконец-то. Крупненькая, кругленькая, без дефектов. Что за монета? По размеру двушка. Нет, ребят, это у нас 3 копейки. Год даже можно не чистить. 24-й год. Ну, небольшая зеленка имеется, присутствует. Возможно, это из дома. Здесь вот фундаменты стояли. И фундаменты трактора двигали. И фундаменты практически вот здесь вот все растянуты. И вот здесь вот монеты. Монеты, монеты, монеты. Ну, так что, ладно. Трешечка отыскалась. Приятно крупные монеты. Приятно. И так, ребята, на фоне этого червячка у меня еще один червячок. Шучу, не червячок, а монетка. Монетка. Блин. Цепанул я ее немножко. Так, 1924 год. Две копейки. Камеру прячу, ребята. Это у нас, как обычно, на этой деревне ветер. И получается как-то вот так вот. Ветер фигарит еще. Такая-то монетка. Медь. Хожу так же. Между дымовыми ямами. Немножко сместился назад. И вот результат. Хорош. Хорош, хорош. Ну что, ребята, еще одна команда уезжает домой. Санек первый раз приехал. Как говорится, белый воротничок сегодня взял лопату в руки. Понравилось, понравилось. Говорит, необычно, классное хобби. Стасян уже не первый раз. Стас, что скажешь? Первый год. Все как обычно. Блин, приехал утром, блин, в обед уезжает. Ну что это за копы? Это вот такие вот чистопливые у нас есть. У Санки находки были классные. В принципе, там советики, советики. Ну, для первого раза классно. А у Стаса там полкопейки. Шикардос. Ясно. Ну, находки я не буду показывать, ребята. Там банально. Советы, советы. Наши находки я покажу вам царские. Осталось немножко машин, ребята. Немножко. Итого было у нас сегодня сколько? Восемь. А вчера... Блин, вообще кошмар был. Че. И так. Походил, ребята, я по полям. А здесь вот шурф у нас продолжается. И уже вот такие у нас успехи. Ходим по дровам. Ребята загорели. В этой части, ребята, советики в основном идут. А там тайки. А у Костяна царики. Ну, я на обзоре вам покажу, что он тут нашел. Ребята, вот он, этот легендарный прибор, который сегодня натягал достаточно много монет. Вот одна из них монет. Это 3 копейки. 1905-й. Да, 1905-й. Ну, неплохая. Хорошая. Хорошая монета. Зачет. Зачет. Ребята, успел к интересной находке. Здесь советы в основном. А это, видите, царская монета. Копеечка. 1901-й год. Ну, в принципе, такая бодренькая. Сохран бодрый. Зачет. Зачет. Ребят, находка. Мы ее немножко чистили. Чистили, чистили. И дочистили. Вы скажете, и чего, да? Копейка она и в Африке копейка. Тем более, 1924-й год. Сохран такой бодренький. Но, смотрите. Чистили мы именно гурт. Гурт гладкий. Гладкий гурт. И такая монета уже не рядовая. И уже хороших денег стоит. Три рубля. Три рубля озвучивать, да? Ну, а вы уже знаете. Потому что цену я вам уже приложил из каталога. Зачетная находка. Поздравляю, комрада. Ну, а мы продолжаем. Ребят, любопытная и интересная находка. Сделанная в Чебаркуле. Чебаркуль это что у нас? Челябинск. Да. И это, ребята, предполагают, что это Челябинский метеорит, который нашли в озере, да? Смотрите, ребята. Он пищит, как серебро на металлоискателе. Он не магнитится. У нас есть компакс. Он у нас рабочий. Смотрите, подносишь. И он у нас меняется. Видите, да? Двигает стрелочку. Правильное наше мышление, ребята? Это метеорит? Пусть кто знает, отпишет. Да, вещь тяжелая достаточно. Структура интересная. Вот. Если есть желающие, напишите, что это. А также, если найдутся желающие, понимающие в этом деле, обращайтесь за такой вещицей. Исторический действительно факт. Метеорит Челябинский. Можем договориться о цене. Зачетно. Сейчас находки, ребята. Находки. Итак, ребята, пришло время попрощаться. Ну и, конечно, под завершение обзора находок того, чего мы накопали. В принципе, сегодня не густо, но и не пусто. Откопали немножко того, сего. Сейчас общим обзором. Вам покажу находки. Я ходил по верхам. Пацаны, кое-кто шурфил. В общем, все практически находки именно благодаря шурфам. День получился удачный тем, что познакомились с новыми людьми. Отдохнули на слабо. Очень на слабо. Тем, что... Вон, видите, да? Взлетная площадка. А это у нас посадочная площадка. В общем, классно отдохнули, повеселились. Люди у нас адекватные, все живые. Возвращаемся домой в полном порядке. Ну а сейчас находки. Кстати, хочу похвалиться, у меня снова перепало. Снова были мне подарки, снова приятные вкусняшки. Ну и давайте посмотрим. Осталось у нас совсем чуть-чуть. По находкам у нас получилось вот так. Получилось вот так вот. Давайте со шмурдяка зажигалочка. Серебряная. Интересно то, что в белом металле. Ну и серебро, не знаю, сомневаюсь. Металлоискатель не будет. Еще металлоискатель, еще газ может врать. Так, пуговки, гирьки. Прикольные. Раз, легкая гирька, два. Зачетная. Запонка интересная. Да, ребят, запонка очень интересная тем, что это ранее совсем советы. Ранее, ранее. Я такие как бы запонки не встречал. Рабочие причем, ребят. С эмалью. Так. Кусочек серебра. Цигар. По монетам, что можно отличить. Убитый царь. Царь, 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 царь. Советы, советы. Двадцать четвертый. Двушка, трешка. Так. Серебро, ребята. Двадцать копеек. Царские серебряные монеты. Класс. Царица полей двадцать пятого года. Вот. Дальше. Две пуговки орлянки. Одна на пушках. Зачетный персень. Тем, что, смотрите, видите, белый камень. Белый. Но когда вот так вот смотришь, он красный. То есть он меняет цвет. Приятная находка. И попрошу вас написать, что такое за отверстие. Очень любопытно, для чего это. Вот. Еще есть вкусняшки, ребята. Это копейка. Двадцать четвертого года. С гладким гортом. Стоимость я не знаю. Но вы уже знаете. Я озвучил уже. Вот. Так что вот так вот. Сережа просил ложечку. Так что ложечка будет у Сережи в чайной тарелочке. Чай пить. Да. Всем на зависть. Да. Ну, он уже с камушком вроде. Почтенечек. Поговорил сам. Да. И вот еще персенек. Камушек маленький есть. Камушек все-таки какой-то проглядывается. Не знаю. Может быть окисел? Нет. По блеске. Да. Да. Вроде камушек. Да-да-да. Камушек. Вот такая еще у нас диковинка. Ну и в целом, в принципе. Камня нет. А это это. Предмет указанского упряжения. Это конина. Здесь тоже камушек вставляется. В основном красный. Так что вот так вот. Кстати, сейчас камрад. Диман еще остается. Он будет копать. Не, я поеду с вами. С вами? Ну, а что ты своей находки не показал, ешкин кот? Да? Давай. До кучи, ребята. До кучи. Что у нас тут Диман наковырял? Ух ты, красавчик. Приехал, ребята, сегодня утром. Пятак. 24-й. Верховой. Трешка. 24-й. Копеечка. Шикарный. Вообще. Ребята, я даже вот так вот на свету поиграю. Смотрите, какая шикарная. Вон, 3000. 3000. Ребята, вот эти копеечка 24-го года. Я считал, что 3000 минимальная цена. 3000. Дальше возвращаемся. Серебрушка. 24-й год. Сохран вообще бодрый, да? Вообще огонь. Дальше. 32-й год. 32-й. Блин. Иногда камеры промахивались. 20-ка. 33-й. Пятачок. 31-й. Пятачок. 31-й. Трешка. 31-й. А ну-ка, давайте перевернем и посмотрим на разновид. Па-бам. С СССР. Круглые, ребята. Круглые. На прошлом копе мы овальные откопали. Стоимостью 25 тысяч рублей. Так. Это у нас от петлицы. Железнодорожные инженерные войска. Так. Ну, в принципе, остальное все. Серебряные. Так, а что у нас? Копейки. Копейки. Копейки, наверное, копейки. Вон там, сереброшные. И колечко. Печальные. Это обучальные. Ну, это тоже сереброшные? Нет, это латун. В принципе, неплохо. Монет делали, которые вырубошили. В принципе, неплохо. Ну, ладно. Это все монеты Эмдемана шурфа. Шурф давал, давал, давал. Вкусняшки, да? В принципе, нормально. Отшурфили. Ну, и все, пацаны. Все. Пока, пока. Пока, пока. Пока, пока. До новых встреч, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok